Буддизм Буддизм относится к мировым религиям, у которых отсутствуют ограничения для последователей по этническому признаку. История зарождения буддизма уходит своими корнями в середину первого тысячелетия до н.э. Родиной религии является северная часть Индии, где до появления нового религиозного течения господствовал брахманизм. Философия буддизма тесно переплетается с философией Древней Индии. По мнению ученых, буддизм возник на фоне определенных изменений, которые происходили в жизни народа, заселяющего Индию. В современном мире есть много последователей буддизма. Среди них есть те, кто уже успел постичь мудрость этой религии, и те, кто только находится на пути к ее пониманию. Мы хотим ознакомить вас с такими важными уроками буддизма, которые, возможно, вам помогут понять и изменить себя, свое отношение к окружающему миру. Счастье внутри нас, а не извне. Всю жизнь мы ищем счастье в мире, тратим время и энергию на его поиски, на одобрение окружающих, на утешение со стороны. Рано или поздно все приходит к тому, что мы не там ищем. Загляните внутрь себя. У нас уже есть все для счастья. Мы просто этим не пользуемся. Будьте благодарны за все, за хорошее и за плохое. Хорошее делает нас счастливыми, а плохое – мудрым, поскольку дает нам опыт. Удовольствие и боль – это часть нашего пути. Празднуйте ваши победы. Не воспринимайте как должное все, что с вами происходит. Смакуйте каждый успех, даже самый маленький. Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. Никто не случайен. И только нам решать, учиться ли у него или отвергать его. Верьте, просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная поможет вам. Она не дает больше испытаний, чем мы можем вынести. Не принимайте все быть слишком близко к сердцу. Когда-нибудь вы пожалеете, что страдали из-за того, что не стоило ваших слез. Поступки других людей – это отражение того, что происходит в их личной жизни. И вам это не имеет никакого отношения. Счастливые люди не причиняют боль другим. Тот, кто причинил вам боль, глубоко несчастен. Вы здесь ни при чем. Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе, вид красивых пейзажей, звук воды, тепло солнца – все это работает для здоровья лучше любого доктора. Получайте энергию от мира самым простым и доступным способом. Осознание проблемы – половина ее решений. Чтобы излечиться, нужно понять и принять ваши страхи и слабости, и направить на них яркий луч света. Единственный способ избавиться от них – пройти сквозь мир. Смотреть правде в глаза больно. Но не решает проблемы то, что мы загоняем их вовнутрь. Перфекционизм – это иллюзия. Расслабьтесь. Позвольте себе делать ошибки и быть счастливым, независимо от результата. Мир вокруг – это зеркало. То, что мы любим в других – это отражение того, что мы любим в себе. То, что нас огорчает в других – это индикатор того, на что нужно обратить внимание в самих себе. Умейте прощать. В первую очередь это нужно вам, а не тому, кто вас обидел. Прощая, вы обретаете покой и свободу, которые заслуживаете. Оставляя обиду, вы тратите свою душу и мешаете себе жить на полную мощность. Как только вы станете искренними, все изменится. Прислушайтесь к себе. Чего вы действительно хотите? Часто самое сложное – это ответить себе честно на этот вопрос. Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. Отвечайте им взаимностью. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто не верит в вас и критикует вас, лишая сил. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Это закон кармы. Делитесь мудростью, любовью, талантом. Делитесь легко и не жалейте. Поверьте, вы очень быстро увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. Говорите «да» всему тому, что делает вас счастливым. Говорите непримиримое «нет» всему, что коробит вас. Время – самый ценный ресурс, который не возобновляется. Расходуйте его разумно. Жизнь одна. Иногда мы перерастаем дружбу и расходимся с людьми. Это неплохо. Это не значит, что друзья плохие. Просто наши пути расходятся и каждый свой путь. Сохраните их в своем сердце. Но если они начинают вас обижать или сдерживать, значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. Страх – очень хороший показатель того, чего мы на самом деле хотим и что нам нужно в этой жизни. Позвольте ему быть вашим компасом. Наслаждайтесь волнующими приключениями, которым он вас ведет. Будьте благодарны миру за все, что вы имеете. Таким образом, вы создаете вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и процветание. Живите настоящим. Это единственное, что у вас сейчас есть. Прошлое ушло. Будущее еще не настало. Учитесь на ошибках прошлого и наслаждайтесь приятными воспоминаниями. Но не цепляйтесь за них и не позволяйте им вас преодолеть. Мечтайте о будущем, но без фанатизма и одержимости. Любите настоящее. Только проживая жизнь здесь и сейчас, вы ощутите счастье. Как можно чаще говорите и показывайте близким, как вы их любите. Это не бывает слишком много. Чему же учит нас Далай-лама, духовный лидер тибетского народа. Он пережил немало испытаний во время вторжения войск Китая на территорию Тибет. Мечтает создать на территории своей страны зону мира и ненасилия, гармонии человека и природы. В 1989 году он удостоен Нобелевской премии за план по восстановлению мира и прав человека в Тибете. Его уроком добра и света следуют миллионы людей, которые поняли, что нет ничего важнее, чем мир и покой в душе. Каждое утро, проснувшись, начиная с мыслей. Сегодня мне повезло. Я проснулся. Я жив. У меня есть драгоценная человеческая жизнь. Я не стану тратить ее впустую. Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. Помните, что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно. Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда. Процветание приходит благодаря действиям, а не благодаря молитвам. Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то Он ведет тебя самой трудной дорогой. Потому что легких путей, к счастью, не бывает. Высокомерие никогда не оправдано. Оно происходит из низкой самооценки или временных поверхностных достижений. Тема сострадания вовсе не имеет отношения к религии. Это общечеловеческое дело. Единое условие выживания человеческой расы. Сохраняя положительное отношение к жизни, можно быть счастливым даже в самых неблагоприятных условиях. Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание. Мы должны властвовать над технологиями, а не становиться их рабами. Великие перемены начинаются с отдельных людей. В основе мира ко всем мире лежат внутреннее спокойствие и мир в сердце каждого отдельного человека. Каждый из нас может внести свой вклад. Планете не нужно большое количество успешных людей. Планета отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах, сказочниках, любящих всех видов. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью и любовью, которые сделают мир живым и гуманным. А эти качества имеют мало общего с успехом, как он определяется в нашем обществе. Далай-ламу однажды спросили, что больше всего изумляет. Он ответил – человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он живет не настоящим, не будущим. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что не жил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...